Суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Посмотрите, как заросла моя дача. Это место, где мы всегда сидели, исправляли дни рождения, какие-то радостные моменты встречи. Здесь вся моя семья всегда собиралась. Посмотрите, как все позарастало. И не подкрашено. Будем менять полностью топчан. Я имею в виду верх топчана будем менять. Вот, ну и вся моя столешница, ее тоже будем менять. Пока она еще нормальная. А вот это вот все я сейчас поубираю и покажу вам то, что называется до и после. Итак, начну уборку. А тут, посмотрите, как красиво у меня смотрится. Дачка моя. Но заросло. Осень, осень, друзья мои, осень. И меня здесь не было все лето. Ну что, дорогие мои, все, все. Теперь вы видите, как после. Все убрано. Все чистенько. Все пострижено у меня. И виноград еще не весь собран. Надо его пособирать. Так. В общем-то, я справилась очень хорошо с этой частью. Теперь переходим на следующую часть. Дорогие мои, сейчас вам покажу, как будет до и как будет после. Всего. Так. Я стараюсь всегда убирать. Убирать. Так. Поехали. Вот это моя часть двора под названием беседка. Так. Вот эта часть у меня позарастала очень сильно. Хоть я и посадила сюда такие растения, которые и поливать не надо вроде. Ну, там раз в месяц я приезжала, поливала и все. Вот. Супруг мой приезжает сюда. Но он сильно не следит. И вот, посмотрите, все у меня позарастало. Сейчас вот эту часть, которая перед беседкой. Беседку я уже вычистила. Вот, посмотрите, какая эта часть. Ужас. Это до называется. Он рядом сидит, наблюдает и думает, ой, что же такое произошло. Заросло. Пока я домом занималась, дача зарастала. У меня много земли из-за этого, а две руки работают. Но я люблю. Я люблю землю. Я люблю приводить все в порядок. Сейчас я все приведу в порядочек. Сейчас у меня она засияет, засверкает. Вот здесь вот у меня цвел. Я не успела вам показать. Шикарный гибискус. Другой гибискус. И я посажу его также в доме. Я корешок возьму отсюда. И также его посажу в доме. Вот эту клумбу. Сейчас я буду, посмотрите, что с ней творится. Сейчас я буду приводить в порядок. Вообще клумба у меня это должна быть осенняя. Потому что, ну, зимой у меня там дети, супруг приезжает, гости и так далее. А вот осенью, осенью я очень часто здесь бываю. И поэтому у меня осенняя должна быть клумба. Ой, сегодня ветерок какой. Ну, в общем, вы посмотрели, да? И вот тут вот дорожки буду расчищать. Лунники здесь у меня рассеялись. Их надо убирать отсюда. Им здесь не место. А вот там вот оставлять. Там они очень даже хорошо будут расти. Вот эти все заросли. Сейчас вы увидите, как я расчищу. А вот красавица моя сидит, отдыхает. Утром такое солнышко было. Так красиво, хорошо. А сейчас опять тучки. На озере так красиво сегодня было. Я утром на озеро купаться ходила. Окунулась и назад. Ну, все. И так, али, оп. И вот вам после. Пожалуйста. Все пообрезала. Все поубирала. И все теперь видно. Вот так получилось у меня после. Сейчас пойду следующую часть приводить в порядок. Сейчас уже вот две части у меня в полном порядке. Теперь, дорогие мои, пойдем следующую часть приводить в порядок. Сейчас я вам тоже покажу, как будет до и после. Как я люблю свои вот эти видео до и после. Они меня просто мотивируют. Они меня просто мотивируют. Мотивируют на то, чтобы я продолжала дальше в том же духе. Вот так. Поехали дальше. И так, дорогие мои. Вот эта часть здесь уже начала. И вспомнила, что надо камеру включить. Как до. Вот здесь до этих пор дошла. Вспомнила. В общем, посмотрите, как до. Вот эта часть. Я ее вот так вот сниму вам. Вот, чтобы вы понимали, что я буду после показывать. Вот это до. И что же будет у нас после. Запомнили? Оп. Вот и после. Все, дорогие мои. На сегодня все. Все я поубирала. Все почистила. Никаких проблем. Теперь надо будет следующий объем работы в следующие выходные. Сделаю. Вот так. Все. Все. Повычищала. Рэма в бассейн лазит. Всем здоровья и мотивации к работе. Пока-пока. Ну и, конечно же, осень. Осень, дорогие мои. Посмотрите, какая у меня осень. Я вот смотрю на эти листья, думаю, ничего себе. Вот Господь мне нарисовал сегодня вот такую картину. Вчера была картина одна, а сегодня совершенно другая. Просто насыщенный бордовый, красный, оранжевый, желтый и то же самое время зеленые цвета. В окно, вот вы видите, там заросло мое окно. Это окно как раз в спальню, как фильм, да, окно в спальню. Я смотрю, когда сплю на первом этаже, на даче, в окно, и у меня вот такие цвета бордовые. Думаю, не-не-не, немедленно возьму камеру и сниму это. Сниму эту красоту, потому что мой Отец Небесный каждый день рисует разное. Вот сегодня вот такое. Что будет завтра, я не знаю. Но, конечно же, спешу, спешу, спешу поделиться. Вы знаете, время от времени надо сбивать себя с пьедестала. Это не я сказала. Это отрывок из книги бывшего инженера НАСА о том, как избежать провалов. Азан Варол, бывший инженер НАСА. Я прочитала его книгу «Думай, как Илон Маск» и другие простые стратегии для гигантского скачка в работе и жизни. Вот там он раскрывает девять простых стратегий, которыми пользуются астронавты и такие новаторы, как Илон Маск. Они помогают в разных сферах в работе, в жизни, в развитии бизнеса и вообще. Посмотрите, какой виноград. У меня поздний виноград. И вот есть один из видов поздний. Он созревает как раз к ноябрю. И посмотрите, какой он красивый. Просто сказка. Просто сказка. Просто сказка. Правда? И вот читая эту книгу, там один из секретов, что, ну, например, приводится секрет Мадонны. Она работает в своем саду по много часов, и это ей помогает расслабиться, например, так, и узнав об этом. Вторая тоже личность такая. Это Елизавета Королева. Она работает в своем саду сама. Садовник ее друг. Они вместе работают. Дальше. Это принц Чарльз. Он очень любит сад. Посмотрите, какая красота. Просто необыкновенная красота. Вот это рисунки осени. И в то время, как ты работаешь в саду, ты не забывай замечать то, что Бог создал вокруг тебя. Потому что, сидя в кабинете, ты этого не увидишь. Максимально, максимально наслаждайся, когда ты на улице, каждым дуновением ветерка, каждым шорохом листвы. Вернись, пошурши теми листиками. Пошурши еще, еще и еще раз. Мы не знаем, что будет с нами завтра. Но сегодня, сегодня нужно именно прожить вот так и не иначе. Потому что мы не знаем. Кто-то скажет грубое слово, кто-то еще как-то обидит. Кто-то... Люди же все разные. Но сегодня получи удовольствие. Насладись. Вот я получаю удовольствие. И выхожу вот сюда. У меня... Вот здесь вот пошуршим сейчас вместе. Сейчас мы вместе пошуршим. Потому что иногда надо шуршать листочками. Я не знаю, но мне вот этот шелест листьев доставляет такое удовольствие. Немножко пошуршим. Немножко пошуршим с твой. Вот. Вот этот угол. Посмотрите здесь, как у меня. Какой видит. Это за моим участком. Там уже никого. Только фазанчики бегают. И вот такая там у меня красота открывается. А я знаете, что сделала? На пустом участке я там посадила клубни топинамбра. И он у меня сам растет. Я собираю его. Хожу. Да и все. Сейчас покажу. Вот у меня заканчивается участок. И дальше все. Дальше уже никого и ничего. Так. И вот тут вот с этой стороны вот я посадила топинамбур. Он цветет. Сейчас вовсю отцветет. А потом его надо будет собирать. Такая вот осень. Там фазанчики у меня всегда бегают. А дальше озеро. И за озером сразу же лес. Вот в таком месте у меня дача. Красота. Я всегда в диких местах что-нибудь сажаю. Топинамбур. Смородину. Вокруг озера смородину посадила. Вокруг лесного озера. Теперь хочу топинамбур посадить в лесу. Тоже возле, недалеко от озера. И посмотрим, как там будет расти. Ну, а я люблю вас. Здоровья вам. Всего вам самого-самого наилучшего. Пусть Господь Бог обильно вас благословляет каждый день яркими красками жизни. Замечайте их. Остановитесь на мгновение. Обязательно замечайте. Замечайте, восхваляйте и благословляйте. И славьте, славьте Господа. Славьте Господа за все. Славьте Господа, ибо Он благ. Так у нас в прославлении поется в песне. Славьте Господа, ибо Он благ. Ибо навек милость Его к нам. Люблю вас. Пока-пока.